МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В декабре у нас были выбраны победители. Сколько у нас человек отправится на федеральный этап? Во-первых, премия «Бизнес-успех» региональный этап – это далеко не единственное наше образовательное мероприятие, которое мы делаем в течение года, хотя оно самое главное для нас. Мы так определили в свое время такую стратегию, когда в 2019 году впервые провели «Бизнес-успех» в нашем регионе. И с тех пор придерживаемся этого формата. Но, что важно, нам удалось договориться с организаторами этого мероприятия. Это все-таки национальная премия, которая проходит почти во всех, если не во всех, субъектах Российской Федерации, с федеральным финалом в Москве. Мы смогли договориться с организаторами, что у нас на Ямале она будет проходить в особом формате. Мы этот формат разработали специально для нашего региона, совместно с опорой России. И каждый год его, что называется, докручиваем, меняем, совершенствуем. И там как раз, да, вы правы, очень большой блок именно образовательных мероприятий. То есть наши предприниматели приходят туда не просто на конкурс для того, чтобы показать себя и этот конкурс, ну, либо выиграть, либо проиграть. А каждый является, по сути, победителем, потому что он уходит, поучаствовав в этом конкурсе, с каким-то багажом новых знаний. А эксперты, которые работают в рамках этой образовательной программы, это лучшие эксперты в стране, достаточно сильные авторитетные специалисты в области предпринимательства, бизнеса, с большим, как правило, своим личным опытом в бизнесе. И наши предприниматели действительно получают таким образом доступ вот к этим уникальным знаниям, к этому уникальному опыту. Это первое. И второе – это то, что, участвуя в премии «Бизнес-успех», наши предприниматели на Ямале действительно, кроме этого, получают возможность проходить бизнес-стажировки. У нас проходили бизнес-стажировки за рубежом. Сейчас вот мы смотрим… В Арабских Эмиратах, я помню, проходили. Да, и сейчас мы смотрим на опыт наших передовых российских компаний, потому что мы уже сейчас понимаем, что… За границу не поедут, ну, в связи со сложившимися условиями. Вы знаете, дело даже не только в этом, но и в том, что у нас есть свои сильные компании российские, к счастью, да, у которых тоже можно чему-то поучиться. Мы это поняли, когда проводили достаточно большую программу образовательного лучшего сервиса на Ямале. Она у нас шла весь прошлый год. И мы как раз там делали ставку на опыт наших российских компаний. Мы ездили в другие регионы, в Москву, возили наших предпринимателей. И наши предприниматели сами нам говорят, они приезжают с восторгом. И что немаловажно, они получают возможность не просто что-то узнать, но, может быть, даже где-то договориться о каких-то совместных, как сейчас говорят, коллаборациях, да, совместных проектах. То есть это действительно очень важная история. И для нас даже было несколько удивлением, когда участники бизнес-успеха прошлых лет в этом году, точнее, в прошлом году к нам пришли и говорят, а можно мы еще раз пройдем образовательную программу? Мы в конкурсе участвовать не будем, мы просто программу образовательную хотим пройти. Повторение мать учения, эксперты разные. Каждый год разные программы, да. Но для нас это, конечно, определенный знак качества, да, потому что для нас это наши предприниматели, наши клиенты, кто, как не клиент, определяет качество твоего продукта. И по результатам конкурсной программы на региональном этапе мы выбрали 11 победителей в 11 различных номинациях. Здесь мы тоже отличились. У нас количество номинаций примерно в полтора-два раза больше, чем обычно это в других регионах. Это нам в том числе позволяет большее количество предпринимателей вывозить на федеральный этап. И вот уже несколько лет... Это не против правил? Нет, это не против правил. Это абсолютно допускается. У нас есть свои категории, такие, например, как лучший сервис, допустим, да. Это то, что мы сделали, как раз понимая, что на севере проблема качества сервиса в бизнесе в силу не очень высокой конкуренции, она действительно имеет место быть. И мы поощряем тех предпринимателей, которые здесь преуспевают. Это номинация «Лучший старт», то есть для начинающих предпринимателей, тех, кому, может быть, еще особо нечем похвастаться с точки зрения показателей прибыльности, но мы уже понимаем, что уже есть успехи, которые можно показать на федеральном уровне. И номинация «Туризм», новая номинация, которая у нас появилась, опять же, исходя из приоритетности этого вида деятельности для нас, для Салихарда, для развития туристического кластера, мы сделали эту номинацию. И наши предприниматели уже несколько лет занимают первые призовые места на федеральных этапах. Вот в прошлом году у нас победила Ирина Лескова, это поселок Уренгой. Она очень много лет занимается таким непростым, но очень важным бизнесом, как хлебопечение, да, то есть занимается производством кондитерских изделий. Очень успешно в этом деле, очень... Вкусное дело. По ней видно, что она очень горит, что она очень болеет за свое дело. И это, ну, не просто бизнес, действительно, это, наверное, можно сказать, тот случай, когда это дело для человека, вот дело жизни, да, то есть это ее, можно, призвание. Вот. Она своим вот этим, своей энергетикой и своим таким подходом смогла убедить компетентной жюри на федеральном уровне, что она лучшая и стояла на сцене с золотым домократом. До этого у нас Наталья Шлемкевич, Губкинский, Оксана Храброва, Муравленко были также победителями. Ну и мы надеемся, что в этом году кто-то из наших победителей регионального этапа также достойно представит Ямал в Москве на федеральном конкурсе. В конце прошлого года, да, у нас еще и голосование было за народного предпринимателя. Это было впервые введено? Нет, народный предприниматель – это традиционная номинация, она проводится везде. То есть как бизнес-успех пришел на Ямал, так и… Да, она проводится везде, мы ее тоже каждый год проводим. И, вы знаете, здесь СМС-голосование, и всегда вот возникает ощущение, что… А как это будет работать, насколько действительно ли… Объективно. Да, это объективно, и можно ли сказать, что этот предприниматель на самом деле является народным, да, то есть его поддерживает большое количество людей. Либо дело поддерживает все-таки, либо человека. У предпринимателей в этом плане сложно. Предприниматель – это все-таки человек-дело, да, то есть дело сложно отделить от человека, которым он занимается. Это очень неразрывно связано с самой личностью предпринимателя. В этом и специфика малого бизнеса. И так вот, как показывают результаты, да, там, каждый год народные предприниматели, победители в этой номинации – это действительно очень достойные люди, очень влиятельные, известные, популярные в своих муниципалитетах, среди своих клиентов. Это Наил Морданов в Губкинске у нас был, в прошлом году у нас была Ксения Нухкадеева, точнее, в позапрошлом, получается. И вот в прошлом году Марсель Садыков из Надыма. Я думаю, что в этой номинации победить не проще, а, может быть, даже сложнее, чем в других. Да, а сколько здесь победителей в этой номинации? Один? Да. Из всего этого большого количества? Да, каждый год один предприниматель выбирается в номинации. Ну, из 30 финалистов, то есть в общей сложности для понимания, у нас более 100 предпринимателей пришли к нам на конкурс. 30 из них вышли в финал, 11 стали победителями, и один из них – народный предприниматель. Здесь какие бонусы? То есть с финалистами регионального этапа, победителями регионального этапа, ну и, соответственно, участниками федерального этапа. Тут все понятно, да, они все за стажировку борются. А народный предприниматель, он какие бонусы получает? Ну, так же, как и все. Тоже стажировка? Каждый год мы вводим дополнительную номинацию, какие-то вот свои отдельные поощрения тех, кого мы хотели бы отметить, но те, кто не вошел в основной перечень номинаций. Так вот, номинация народный предприниматель, она не дополнительная, она основная, одна из основных. В 2022 году какие номинации были добавлены в таком случае для того, чтобы все-таки поощрить предпринимателей? Туризм, например, лучший сервис. Лучший сервис. Каждый год смотрим, мы смотрим, исходя из специфики региона, да, мы смотрим, кто, кого можно отметить. То есть мы понимаем ведь, что жизнь не стоит на месте. И в некоторых сферах нашей экономики начинают активно развиваться бизнес, да, начинают активно реализовываться различные проекты. А конкурс «Бизнес-успех» – одна из его основных функций – это не просто определить лучшего, а поддержать тех, у кого горят глаза, у кого получается, да, кто идет вперед. Поэтому здесь мы тоже стараемся смотреть очень внимательно на наш рынок потребительский, где какие сферы мы хотели бы отметить. Об этой национальной премии мы говорили уже не раз, но все-таки хотелось бы, чтобы мы с вами напомнили, кто может принять участие. Были ли, возможно, тут изменения? Принимать участие может любой предприниматель, да, тот, кто готов показать результаты своей работы, те, кто работает у нас в округе, потому что мы проводим региональный этап, да, и, соответственно, этот предприниматель будет представлять Ямал потом на федеральном этапе. Ну и я вот все перечисляю какие-то наши особенности. Также одной из особенностей является то, что наши предприниматели в рамках обучения и защиты проектов, точнее, презентации себя на региональном этапе защищают свои проекты развития. То есть вот такого тоже нигде нет. Каждый предприниматель, он не только рассказывает о своих достижениях прошлых, но он презентует свой проект, что он планирует сделать в будущем. Вот для нас это принципиально важная история, потому что мы понимаем, что, ну, Ямала – это вообще про развитие, да, это молодой, активно развивающийся регион. Прогрессивный. Да, мы хотели бы поддерживать и отмечать именно тех предпринимателей, кто с оптимизмом смотрит в будущее и готов работать дальше в рамках своего бизнеса, реализовывать новые проекты. Поэтому они у нас еще и проекты защищают. Но те, кто в конкурсе с экспертами у нас участвуют, они же помогают тоже и разработать, и подготовить. Правильно, предприниматели? Да, конечно. Вот эта образовательная программа, которая идет… Это же не только вот у нас будет стажировка, курсы по окончании премии нет. То есть это все идет на протяжении всего, правильно? В рамках образовательной программы, которая у нас идет несколько месяцев. Мы обычно в сентябре только начинаем прием заявок на бизнес-успех, а подводим итоги регионального этапа в декабре. То есть вот эти месяцы идут различные образовательные мероприятия, в том числе и по подготовке вот этого проекта развития. Мы помогаем предпринимателю этот проект доработать, детализировать и, естественно, достойно представить. То есть вплоть до того, что в рамках образовательной программы даже и презентационные вот эти вот навыки, которые нужны, наверное, сегодня любому предпринимателю, мы тоже помогаем прокачать. И, кстати говоря, здесь очень большой спрос на вот именно подобную тематику, потому что предприниматель – это человек, чаще всего тот, кто очень сильно занят своим текущим бизнесом и далеко не всегда он умеет красиво о себе рассказывать. То есть это все-таки люди больше дела, чем презентации. Но потребность и необходимость в этом, она, естественно, существует. Поэтому здесь мы тоже нашим предпринимателям в этом плане помогаем. И, что немаловажно, мы по многим из них прямо видим вот эту разницу, как человек начинает по-другому себя презентовать, как он начинает по-другому говорить, как он выступает с презентациями. У нас некоторые предприниматели после таких вот образовательных программ… Выросли. Да, они растут именно профессионально, да, вот как личность, как управленец. И когда они выступают потом на федеральном этапе, это видно. Презентовать свой проект, презентовать себя, презентовать свой бизнес вот в таких конкурсах – это очень важно. Те, кто к нам пришел и поучаствовал в «Бизнес-успехе», это точно в дальнейшем наши постоянные клиенты. Мы с ними дружим, мы с ними общаемся, получаем от них обратную связь. Они активно пользуются нашими мерами поддержки. В Салехарде, например, Вячеслав Егоров, да, это кофейня «Кубик», Оксана Храброва, Ксения Иннокодиева. Ну и многие другие, это те предприниматели, они, видимо, в силу своей пассионарности, активности, своей энергетики, своего оптимизма, они все равно настроены на развитие, на реализацию новых проектов, да, а это про нас, это про мой бизнес, потому что агентство «Мой бизнес» как раз и призвано помогать таким предпринимателям. Один общий путь, то есть мы стараемся быть всегда рядом и стараемся быть максимально полезными для этих предпринимателей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова